Ну что, я сегодня снимал представителя Росим и, в принципе, опять же, вечером мы увиделись и под оранжи, под еще одно красное, в принципе, он, естественно, предложил открыть что-то свое. И когда он говорил, что линейка достаточно большая, надо понимать, что есть там и большие вина, да, то есть любая компания, которая выпускает, ну, более-менее массовый продукт, хотя не знаю, там массовость его, у них есть и, как бы, VIP-серии или лимитированные серии, да, топовое вино. Значит, что здесь можно, как можно понять, что здесь топовое вино? Смотрите, здесь у заливки был язычок, язычком, в принципе, все снимается, то есть за дополнительные деньги вы получите дополнительный сервис. Как обычно, очень лаконичная этикетка, хорошая красивая бумага, еле-еле с сереньким написано Росим, и, в принципе, здесь у нас то ли подпись, то ли что, и хроника номер 328. Вот не удивлюсь, что это вот какой-то некий, как в библиотеке, некий том вина, который они хотят представить как вот некий следующий шаг развития своего виноделия. Хосе Рибьеро Вьера, хроника 328, то есть, ну, это вот вино, вино, одного винодела. 15% алкоголя, вино тинто, я не знаю, здесь будет написано, Man and His Work, ну, я не вижу, чтобы здесь был написан сорт, ну, можно будет, наверное, посмотреть в Вивино, если кому интересно. Как обычно, очень серьезный пункт, да, там рука помещается, наверное, удобно наливать, да, без всякого полотенца, что мы видели, да, не нам. Орентежо Диоси, резерва, 2019 год. В принципе, вот все, что можно сказать про это вино. Я его еще не пробовал, то есть, я попробую с вами его в первый раз. И главное еще, что надо сказать в этом случае, вино охлаждено чуть-чуть, как вот по-испанско-португальски, но прикол еще в том, что оно декантировано, но не декантировано до конца. Да, и поэтому, честно говоря, это все достаточно так нелегко будет рассмотреть, потому что я вот перед тем, как сесть, просто нюхнул вино, и я вот чувствую опять вот этот молочный тон, который свойственен, ну, больше молодым винам, что ли, и я понимаю, что, видимо, потенциал у него большой. А, самые главные цифры здесь сзади, вот здесь вот, это номер бутылки 587 из 1127. То есть, буквально это, по-моему, две бочки. Плотненькое вино, как обычно, да, свежее на цвет, то есть, абсолютно не скажешь, что это 2019 год, то есть, может быть, оно темнит на экране у вас, но мне фиолетовый перелив виден здесь. Ну, и по ароматике чувствуется свежее вино. Чистая вишня, кирш, какие-то вот мампасье сладости, не переходящие чисто в конфеты, но вот какой-то такой вот легкий флёр. Естественно, барик, он сначала стычит молочкой, но вот сейчас я не понимаю, как таковой нету сливочности, да, какой-нибудь, да, поэтому я предполагаю, что, да, всё, оно там в дерево выдержано и так далее, но оно достаточно всё равно для этой стилистики яркое, свежее. Ну, и понятно, что, да, когда делается топовое вино, выбирается лучший виноград, лучшие бочки, может быть, их было и больше, но вот для этого вина пошли вот только несколько штучек. Ещё что интересно, вот как в концентрированной сире, здесь возникает немножечко оттенок перца, немножечко пыльности, вот, честно говоря, вот если бы мне сказали вслепую, что это может быть, я, может быть, и сказал бы, что это сера. Кстати, надо будет потом посмотреть, что там в этом вивина пишут. Может быть, ну, это, скорее всего, купаж, я так понимаю, вряд ли это была бы, был бы моносорт, а моносорт обычно бы и написали бы, что там внутри. Ну, я так понимаю, что виноделу всегда интересно, ну, кроме того, что делать, наверное, моносорт, ещё что-то там повыдумывать такое. В общем, есть лёгкий такой сахаристый эффект, ну, такой сахарной пудры. И чуть-чуть такой овощной налёт, но такой он в оттенке. В общем, это, конечно, не порог вина. Единственное, что я бы, наверное, ещё всё-таки его побольше деконтировал. Чувствуется, что для 2019 года там такой большой потенциал, и нету ещё вот этого растрата вот этой мощи, скрытой до сих пор. Ну, во всяком случае, оно фруктовое, хотя даже, кажется, до сих пор закрытое немножечко. Давайте попробуем. Ну, вот, наверное, все они страдают, испано-португальские варианты. Кстати, нет, я бы Испанию сюда не прикручивал, потому что Испания бывает избыточно не готова. А здесь всё-таки, знаете, вино чуть-чуть подышало, но его уже можно приятно выпить. Наверное, гастономичная, очень приятный тонин, такой забирающий только в конце. Он как бы такой, и не хочет стечь до конца, остаётся чуть-чуть налётом таким, немножечко пластилиновым, но абсолютно перевариваемым. Лёгкая горчинка не на самом языке, а скорее вот в полости, вот так, в послевкусии, но скорее она даже больше бочковая, скажем так. Очень концентрированное вино, при этом оно достаточно лёгкое всё равно. То есть 15% опять же не чувствуется абсолютно. И я бы сказал, что где-то, когда я делал обзоры других, но качественных португальских вин, что-то уже такое у меня мелькало. Единственное, что оно сделано элегантно, и вот такие вина надо открывать всё-таки через 10 лет. И это будет вот как вот в больших других, больших винных регионах, ну, вино ещё и не на пике, может быть. То есть вот сейчас ему 5 лет, и это просто бэйби-бэйби. Я, наверное, его ещё подержу, потому что вот даже, ну, сейчас есть, например, свекольный оттенок, да. Сладость вообще какая-то присутствует. Не знаю, сколько здесь остаточного сахара, но может быть и 6 грамм. Может 4, не знаю. Может быть, эта сладость от бочки появилась. И свежесть вина, с одной стороны, классная. Бочковая обработка при этом тоже классная. Но неготовность вина, это прям вот не очень классная. И я чувствую, что в декантере, может, оно придёт в себя. Но вот такие вина, оно даже вот, если взять его в магазине, оно находится в отдельном ящике. Причём кажется, что он там на 3 бутылки. А по-моему, это вот на 1 бутылку. Главное, что типа вот храните. И, наверное, вот такие хроники. Я сначала подумал, что это хроники для винодельни. А может, это хроники и для, например, винных коллекционеров, которые, например, себе, ну не уверен, что там 328 бутылок. Ну и 328 этих выпусков. Но какие-то себе, наверное, оставят. И как из библиотеки сможет их доставать. Что-то такое.